моим клиентом потенциально принципе может стать любой человек из тех кто танцует если говорить о каких-то звездных девочках которых я веду да то я считаю что у меня прям богатство я собрала прям такую жемчужную коллекцию если можно так выразиться вот у меня много чемпионов у меня есть девочка валерия геки она чемпионка мира вообще она чемпионка black пола ну то есть очень крутая девчонка лаура лето ну большая коллекция я верю в то что есть такое понятие как платье от ирины козловые то что люди очень хотят ну я даже знаю что для кого-то это какая-то мечта которые люди идут своим упорством и трудом на данном этапе запись ко мне закрыта то есть я не ну как бы не говорю об этом но просто не беру новых клиентов вот почему потому что физически я уже не могу то есть я не успеваю вот люди ко мне могут попасть только через знакомых то есть ну только вот если мне прям скажет человек ира ну пожалуйста возьми это там моя хорошая знакомая и очень нужно платье то есть вот таком ключе наверное человек еще может ко мне попасть да так что просто человек пишет а можно там записаться данный пошив так уже конечно люди не попадают я занимаюсь пошивом вальных платьев уже наверное ну лет 16-15 примерно так вот научилась я ну в основном сама вот потому что у меня есть образование специальная вот я модельер конструктор вот но в колледже в котором я училась там не преподавали такое направление как пошивами на больных платьев вот это достаточно узкая специальность ну как бы этому не обучают когда я поступила в колледж и уже поняла по какой профессии я пойду по жизни я совершенно не думала что это будут какие-то костюмы что это будет какая-то специфическая одежда до моих мечтах я была дизайнером дизайнером обычной одежды вот и я всегда думала то что я дорасту до какого-то такого уровня когда я буду представлять свои коллекции на подиуме да это будут недели мода то есть я себе свое будущее представляла таким образом заниматься пошивом больных платьев именно я стала абсолютно случайно вот это просто так получилось на двух лучших учениц курса колледжа позвали на собеседование вот мы с и к пошли и просто я помню вот это свои ощущения когда я зашла в зал спортивный зал где девочки занимались до больными танцами вот и там находилась маленькая каморочка которая была собственно наше знакомство с нашими будущими руководителями вот и пока я проходила по этому залу я была во-первых дико удивлена что столько молодежи занимается больными танцами вот потому что я про них ничего не знала я не знала что это популярно вот ну и потом я уже зашла в эту маленькую каморку и меня поразило количество фотографий на стенах то есть это вот эти вот в моменте танца сделанные фотография вот когда это летят юбки шарфы вот эта вся история и но это просто зацепило просто зацепило в начале своего пути когда я еще не понимала технологии то есть у меня могло уходить там неделю на то чтобы просто посадить купальник да я даже не знаю какие метры километра ткани уходили на то чтобы это сделать потому что ты шил переделывал шил переделывал шил переделывал да то есть подсмотреть где-то как должно быть негде да то есть ты все на своих ошибках вот поэтому раньше конечно уходила на все сильно больше времени и естественно эмоционально это все было сложнее потому что ну естественно когда ты работаешь но не видишь там какого-то классного результата то ты как бы вот так чуть-чуть на себе ставишь крест вот что я делала на тот момент только появился контакт только ну как бы там набирала популярность вот и мы с девчонками сидели мы во всех группах выкидывали какие-то там типа рекламные посты на что будут я такая-то такая я еще вот это вот это прикрепляли какие-то фотографии вот ну и набирали в группу к себе подписчиков очень ну старались нам это не работало люди никак не реагировали вот я думаю на что же делать что же делать ну думаю буду делать тренировочную одежду и и нет вот я сам мужа говорю давай покупать ткань давай в этом все началось одного рулона бифлекса даже не так наверное сначала пила пару метров шила пару боди мы их продали я максу паритом а давай я уверена это ну просто это выстрелят вот мы покупаем рулон бифлекса я отшиваю там ну не знаю 20 боди мы все продаем игру давай покупать три рулона мы покупаем три рулона я там отшиваю своими руками у меня не было никого ну там может быть мне сестра чуть помогал там кто-то с девчонок по большому счету ты будешь ты моими руками я уже сделала там не знаю 20 платьев 20 брюк да мы это все продаем и у меня был большой очень шоу-рум где была представлена эта тренировочная одежда вот но мне кажется что на самом деле еще главное что я сделала это я смотивировала людей заниматься тренировочной одеждой потому что пошивом тренировочной одежды до того как вот мы ее начали выпускать ее практически не было процессе пошива тренировочной одежды во первых я очень круто набила себе руку потому что изделие было сшито очень много я придумала всякие новые технологии технологические обработки вот которыми я до сих пор кстати пользуюсь при пошиве платьев вот да и с этого начала ну как бы я просто вот ну как бы въехала в эту струю вот и пошли до клиенты сначала чуть там поменьше до танцора ну как бы там не знаю детки малыши потом повзрослее повзрослее ну и доросла уже до таких более серьезных танцоров наверное в тот момент у меня ну как бы слова которую я получила как обо мне узнавали люди я шила платье очень быстро то есть когда допустим танцор ну где ты шил платье что-то не села до или он там резко узнал то что они выходят на какой-то турнир вот остается до турнира два дня записаться за это время куда-то вообще невозможно даже сейчас мне кажется за два месяца особо ты никуда не запишешься вот но не за два дня вообще я брала всех люди начали друг другу рассказывать про меня и очень просто база клиентская она выросла просто моментально но наверное где-то за два месяца вот за три месяца за полгода может быть я не знаю но уже все уже на самом деле тогда запись практически была закрыта я считаю правду то что каждый человек уникальный вот и с этим подходом я стараюсь идти ну вот по своей так скажем рабочей жизни вот я не никогда не настаиваю да я могу посоветовать могу помочь до реализовать какие-то мечты вот но я считаю что это всегда сидит в человеке но особенно в девочке мне кажется что не может быть такого чтобы девочка не знала что она хочет в больном мире платье да она может служить кому-то как одноразовая история вот кому-то платье может служить год кому-то она может служить даже три года кому-то 10 лет то есть здесь все зависит от уровня танцора до в среднем если брать ну такого среднестатистического наверное танцора танцовщицу да ну я думаю что плюс-минус платье меняют раз в сезон ну где-то раз в полгода вот но это если позволяет возможность вот если же возможности чуть меньше можно танцевать платье год вот как правило это платье потом продают да вот ну те люди которые очень хотят танцевать но не могут себе позволить допустим дорогие какие-то костюмы вот но очень хотят допустим платье какого-то конкретного бренда например они уже покупают то платье которое было раньше там использовано вот если говорить про какие-то мировые пары которые танцуют на очень высоком уровне да то как правило это один турнир одно платье то есть они одевают это платье в нем выходит презентует себя танцует и сразу выставляет его на продажу вот ну и как правило платье сразу покупают потому что ну ну это считается очень круто если с какой вот чемпиона с какого-то прям такого классного танцеворта забираешь платье очень многие так делаю а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok